Всем привет! Вот и подходит к концу этот непростой год полный топовых спортивных событий. Так давайте же вспомним самые яркие из них. Поехали! Карим Бензима Карим Бензима — один из главных героев уходящего года. И хоть в сборной не задалось, мундиаль он пропустил, но на клубном поприще у француза всё отлично. После того, как Бензима четыре раза выиграл чемпионат Испании и пять раз Лигу чемпионов, сомнений не было ни у кого. Он — главный претендент на золотой мяч. И вот в октябре 2022 года всё встало на свои места. Карим Бензима получил заветную награду. «Терпение даёт свои плоды», — так писали французские газеты. Чуть больше года назад такое невозможно было представить. Кто бы мог подумать, что Франция растелит ковровую дорожку для человека, которого считали антигероем. Сейчас его встречали как звезду мирового футбола. Кстати, свою карьеру в национальной команде Франции Бензима завершил. Прямиком перед чемпионатом мира в Катаре Криштиан Роналдо выдал огромное интервью, где катком проехался по своему бывшему клубу и тренеру. Возвращение в Манчестер Юнайтед в 2021 году казалось легендарным, но в итоге обернулось полным провалом. Криш не имел железного места в составе, покидал стадион еще до финального свистка, ругался с главным тренером и сидел с грустной физиономией на скамейке. Видимо, больше так продолжаться не могло, и португалец дал резонансное интервью британскому журналисту Пирсу Моргану. «Я чувствую, что Манчестер Юнайтед меня предал. Почему я отдаю это интервью? Люди должны знать правду. Да, я чувствовал себя преданным, и не только в этом году, но и в прошлом. Я был разочарован отсутствием новых технологий восстановлений, джакузи и других процедур, современных тренажеров и продвинутой системы питания. С тех пор, как сэр Алекс ушел, в клубе я не увидел никакой эволюции». Помимо этого, Роналдо заявил, что не уважает Тена Хага, выглядит намного лучше, чем его одноклубник Руни, а Ральфе Рангники он вообще не слышал. Довольно высокомерно, не правда ли? Понимая, что назад дороги нет, Криштиану решил поставить жирную точку в отношениях с МЮ и дать себе новый импульс перед чемпионатом мира. Но, кажется, что-то пошло не так. Мундиаль Роналду явно провалил, европейские клубы не хотят брать постаревшую легенду. И, по всей видимости, саудовский Аль Наср — конечная остановка в карьере великого португальца. Этим летом мы увидели несколько по-настоящему горячих трансферов. Ливерпуль хорошенько потратился и за 80 миллионов евро приобрел Дарвина Нуньеса. Пеп Гвардиола также решил перестроить свою тактику и приобрел Эрлинга Холланда, которого купили у Дортмундской Боруссии. Учитывая агентские отчисления и бонусы, трансфер стоил Сити более 150 миллионов евро. Весь футбольный мир гадал, сможет ли Холланд показывать такую же сумасшедшую статистику, которую он набивал в Бундеслиге. И он смог. Холланд забивает в среднем более одного гола за матч, и это просто невероятно. Нельзя не отметить переход Роберта Ливандовского из Баварии в Барселону. Польский суперфорвард захотел сменить обстановку, выиграв всё, что можно в Германии. Барселона же продолжает совершать не совсем логичные трансферы. Иначе как можно объяснить 45 миллионов евро за 34-летнего нападающего? Тем не менее, нужно отдать должное Хави. Его подопечные порой показывают действительно симпатичный футбол. За громкими именами и событиями многие пропустили, пожалуй, одну из самых громких новостей клубного футбола. В Ювентусе произошла настоящая революция. Год назад президент Ювентуса Андреа Аньелли и его заместитель Павел Недвед оказались под подозрением в создании ложной финансовой отчётности. Теперь они ушли в отставку. Пожалуй, это самый большой скандал в итальянском Гранде со времён Кальчополи. Накануне состоялось собрание клуба. Его участники, получив новое заключение от своих юристов, обсудили претензии Национальной комиссии по делам общества и биржи к финансовой прозрачности клуба. После обсуждения об отставке заявили Аньелли, генеральный директор Маурицио Арива Бенни и ещё семь членов правления, включая вице-президента Павла Недведа. Кто теперь будет рулить клубом, до конца неясно. Финал Лиги Чемпионов запомнился не только победой Реал Мадрида 1-0, но и серьёзными проблемами в организации мероприятия. Как утверждается, тысячи болельщиков пытались пройти на стадион без билетов или с поддельными билетами. Парижская полиция задержала 68 человек до начала и во время финального матча. Лёгкие травмы получили сотни человек. Полицейские начальники обвинили фанатов Ливерпуля в беспорядках. Начало финала Лиги Чемпионов в парижском пригороде Сент-Денни пришлось отложить на целых 36 минут. Тысячи болельщиков, которые заблаговременно пришли на матч, не успели к старту из-за длинных очередей на пропускных пунктах. Стоять приходилось по 2-3 часа. Ситуацию осложнили сотни безбилетников. На фоне хаоса они перелезали через заборы и без особых трудностей ускользали от пары стюардов на входе. Вскоре подоспели французские полицейские, которые применили против фанатов слезоточивый газ. От этого стало еще хуже. Раздражающее вещество попало в глаза тем, кто имел при себе пропуск на игру и спокойно дожидался возможности наконец на нее попасть. А вот в России тоже разгорались страсти, но на этот раз уже в финале Кубка страны. Настоящий праздник футбола прошел при полных трибунах в столичных Лужниках. В первом тайме счет открыл нападающий Спартака Александр Соболев. Причем его гол был засчитан после подсказки Вар, так как изначально судьи зафиксировали у него офсайт. После взятия ворот Соболев показал футболку, на которой изображена его мать. Форвард Спартака почтил память своей мамы, которая ушла из жизни в августе 2020 года. В начале второго тайма полузащитник «Динамо» Арсен Захарян сравнял счет. Невольным соавтором гола стал защитник Спартака Самюэль Жиго, который, пытаясь накрыть удар, срезал мяч в ворота. Отметим, что француз проводил последний матч в составе красно-белых. И все же Спартак смог забить победный гол. Его автором стал полузащитник Квинси Промес, который реализовал выход один на один с голкипером. В добавленное ко второму тайму время белоголубые получили право на пенальти после подсказки Вар. Но полузащитник Фомин пробил мимо ворот. Ну а финальной песне певицы Максим подпевали все красно-белые на стадионе. Ведь победа в кубке — настоящий подарок на столетие Спартака. Ну и под занавес года мы, пожалуй, получили ответ на главный вопрос последних десятилетий. Роналду или Месси? После невероятного чемпионата мира все встало на свои места. Лионель Месси — самый популярный футболист планеты прямо сейчас. В основном обсуждают величие Месси, но активизировались разговоры и о его будущем на клубном уровне. Все больше источников с уверенностью утверждают — Лео останется в ПСЖ после истечения контракта в межсезонье 2023. 35-летний форвард по-настоящему счастлив в Париже. После триумфа на Мундиале он еще больше убедился, что может продолжать играть на топ-уровне. Руководство ПСЖ хочет этим воспользоваться, заключив с Месси новый контракт и сделав его глобальным послом клуба и в целом катарского конгломерата, который им владеет. А сам аргентинец перед почетной пенсией хочет взять Лигу чемпионов с французами. Но давайте немного отдохнем от футбола и насладимся прекрасным. Пока все восхищаются Лео, сам аргентинец восхищается своей женой. Месси выложил видео с танцем своей супруги Антонеллы, и все комментаторы в один голос заявили, зачем ему Кубок Мира, если у него есть она, и мы, пожалуй, согласимся. А на этом все. Пишите в комментариях, что вам запомнилось в уходящем году. Ставьте лайки и бейте в колокол, а мы продолжим радовать вас новыми футбольными историями. Кстати, не забывайте про приветственный бонус за регистрацию. Ссылка будет ждать вас в закрепленном комментарии. С Новым годом!